Первый ретро-турнир собрал 16 участников. Их объединила любовь и к теннису, и к истории. Для того, чтобы стать участником турнира, нужно было выполнить несколько условий. Прийти в белой одежде, иметь при себе комсомольскую символику и деревянную ракетку. Расскажите, что за ракетка? Это ракетка «Энбулдон» в 80-е годы 19 века. Эта веревка узлами связана и все, толстые такие уже от времени. Тут даже вот шурупчик, он деревянный. Впрочем, 60 лет назад Сергей Гусев, впоследствии мастер спорта СССР, начинал играть в теннис способом еще более необычным. За хвост Анатолия Женикизы подарил мне мячик беленький. Ракеток нет, беру сковородку дома, играю сковородкой. Белыми мячами в теннис не играют уже несколько десятилетий. С приходом цветного телевидения понадобилось что-то более яркое. Но для ретро-турнира сделали специальный заказ. Вот сейчас мы с вами открываем совершенно новые мячи, которые изготовила к столетию фирма «Вилсон». И вот вы видите, они белые такие, как играли, такие мячи, какими играли наши деды и отцы. Император Николай II, поклонник тенниса, выходил на корты и в военной форме. Но это было скорее исключением. Вообще у теннисистов позапрошлого и прошлого века был особый стиль – белые костюмы, блузки особого кроя. В советское время теннис поначалу считался спортом буржуазным, но со временем набрал большую популярность у комсомольцев. Организаторы винтажного турнира решили вспомнить эту историю. Хотелось придать этому виду спорта ту окраску, которая была пропитана в 50-х, 60-х годах, когда теннис не был еще таким популярным. Но, тем не менее, люди находили в нем эстетику, красоту. Ретро-ракетки задали и особый ретро-стиль игры. Старомодные конструкции, струны из жил и веревок не позволяют играть в современном стиле и темпе. Но здесь, на матче в честь столетия комсомола, это не главное. Цели и задачи комсомола совпадают с целями и задачами спортсменов. Это целеустремленность, это желание добиться какого-то результата. Подобные ретро-матчи довольно популярны в мире, особенно в Англии. Так что организаторы сочинского турнира уверены, со временем игроков и из других городов, и из других стран будет становиться все больше. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ